Очень часто инфинитив выражает цель. Причем несколько разных инфинитивных конструкций выражают цель. Собственно, мы уже увидели, что и эйс плюс инфинитив, и прос плюс инфинитив выражают цель. Инфинитив безо всякого предлога может выражать цель. И инфинитив с артиклем в родительном падеже тоже может выражать цель. Ну, давайте глянем примеры у вас в учебнике, которые могут быть полезны. Например, Матфея 2.13. Хэлдос зетейн то поэдион, то аполысай аутун. Ирод ищет младенца. И теперь инфинитив с артиклем в родительном падеже выражает цель. Ирод ищет младенца, чтобы уничтожить его. Ну, и кстати, в отношении этого предложения мы могли немного смутиться, почему зетейнт инфинитив, который мы перевели как ищет. Тут нам нужен более полный контекст. Давайте просто глянем, что там на самом деле. 2.13. Это конец предложения. А, вот как там. Мэлэйгар хэлдэс зетейн то поэдион, ибо собирается ирод искать младенца, то аполысай аутун. В учебнике он немного упрощен, вот как бы на первый инфинитив, внимание, обращено. Мэлэй зетейн собирается искать, набревается искать. Это обычный восполняющий инфинитив после глагола мэл совершенно типичная конструкция. Так что, ибо собирается ирод искать младенца, чтобы погубить его. Так что, зетейн это восполняющий инфинитив, а полэсай это инфинитив цели. Ну и не обязательно иметь эйс или прос, или артикль в родительном падеже, чтобы инфинитив выражал цель. Гол инфинитив, то есть безо всего, тоже может выражать цель. Вот вам третий пример. Не думайте, что я пришел разрушить закон. Кстати, в русском языке, да, тоже инфинитив может выражать цель. Я сел учиться, я сел с целью учиться, и вот пришел, чтобы, ну не пришел, чтобы разрушить закон. Так что в таких конструкциях инфинитив нормально, стандартно выражает цель. И, наконец, инфинитив может выражать результат. Кстати, очень нетипично для русского языка, но в греческом, в определенных конструкциях, возможно. Чаще всего результат выражается с союзом хосте. Вам пример приведен из Луки 5-7. Эплессон, Амфотера, Топлоя. Они наполнили обе лодки хосте. Так что, так что хороший перевод для выражения результата. БТЗ стай, Аута. Так что они начали тонуть. Ну, помимо хосте, типичнейший способ выражения результата. Мы с вами видели, что Эйс тоже может выражать результат. Там, сверхнадежда, Абрам поверил с надеждой. Так что там стоит Эйс. Стал отцом многих народов. Как видите, спектр широчайший в употреблении инфинитива. Инфинитив может выражать причину, обычно, с ДИЯ. Может выражать цель с Эйс или с Прос. Или с артиклем в родительном падеже. Или просто голый. Может выражать результат с Эйс или с Хосте. Может выражать какие-то соотношения по времени. Про, прежде чем, Н, когда, и мета, после того, как. Плюс к этому инфинитив может быть восполняющим при каком-то глаголе. Может быть подлежащим дополнением, приложением. Может выражать косвенную речь. И тогда требуются какие-то дополнительные преобразования для перевода. Часть употреблений типична для русского языка. Часть употреблений в русском не встречается, но встречается в греческом. Особенно сложно бывает, когда при инфинитиве есть смысловое подлежащее, выраженное словом, в винительном падеже. И тогда предложение нужно преобразовывать. Но вот помня о нескольких стандартных конструкциях, особенно запомните предлоги с инфинитивами, и помня о смысловом подлежащем, и помня о косвенной речи, вы с инфинитивами справитесь. За пределами этих вещей инфинитив переводится довольно легко. Ну и как видите, очень богатая часть речи. И по этой причине очень важная для изучения и очень часто встречающаяся в тексте писания. Так что приложите усилия, чтобы разобраться со способами его употребления. Ну и последнее небольшое замечание, которое нужно сделать по поводу инфинитива, касается его видовой значимости. Мы так вскользь это упомянули в самом начале, но давайте еще раз к этому вернемся и посмотрим на то, что инфинитив бывает настоящего времени, аориста и перфекта. Ну для начала просто пробежимся по одному глаголу во всех трех временах. Возьмем типичный шей глагол Пэлл и посмотрим, например, Матфея 7.18. У дунатай дендрон агатос, корпус панерус пэйн, у дэ дендрон сапрон, корпус колус пэйн. Не может дерево хорошее, плоды плохие, ну приносить, ну глагол Пэйву делать, но у него очень широкий спектр значения, и в данном контексте приносить. Ну и там дерево дубное, плоды плохие приносить. Смотрите, здесь пэйн, инфинитив настоящего времени. Описывается, такая жизнь дерева, дерево периодически приносит плоды. Вот это многократный процесс, длительный, там периодический процесс. И здесь очень естественно поставить инфинитив настоящего времени, для того, чтобы описывать, как оно вообще происходит, подчеркнуть процессуальность. Теперь давайте посмотрим Матфея 5.36. Тот же самый глагол, но теперь давайте глянем его в ауристе. Вторая половина предложения. Хоти о Деносай, Мен, Триха, Лектун, Пэсай, Э, Меланон. Потому что ты не можешь один волос белым сделать или черным. Здесь важен факт изменения цвета волос. Здесь не важно, долго там меняется цвет волоса, быстро меняется, раз меняется, много раз меняется. Здесь важно для говорящего просто факт, можно поменять цвет волоса или нельзя поменять цвет волоса. И здесь вполне естественно, нормально стоит инфинитив в ауристе. Не можешь сделать белым или черным. Ну, в принципе, мы могли бы перевести не можешь делать белым или черным, один волос не можешь делать белым или черным. Ну, это бы не слишком отличалось, ну, какая-то бы процессуальность, кажется, почувствовалась в этом. Поэтому сделать перевод совершенным видом он в данном случае чуть получше. Ну, и очень редко встречаются перфектные инфинитивы, все-таки гораздо реже, чем ауриста или настоящего времени, но возможно. Давайте глянем. Иона 12.18. ДИАТУТОН КАЙ КОНЕРН ТЕСЕН АУТО ХО ХОЛОС ХОТЕ ЭКУСАН ТУТО АУТОН ПЕПУЯ КЕНАЙ ТО СЕМЕЛ Это когда Иисус входит в Иерусалим и его встречают люди, услышавшие о воскресении Лазаря и поэтому ДИАТУТО, поэтому и вышли на встречу, вышла на встречу ему толпа, потому что они услышали и дальше услышали что-то, косвенная речь ТУТО АУТОН ПЕПУЯ КЕНАЙ ТО СЕМЕЛ Нам приходится преобразовывать это, потому что вот у нас косвенная речь и потому что АУТОН есть подлежащее УИНФИНИТИВА они услышали, что это он сделал чудо. Причем ПЕПУЯ КЕНАЙ ИНФИНИТИВ ПЕРФЕКТНОЙ Он сделал это чудо и есть последствия этого чуда и Лазарь жив и много еще всего остального происходит и чтобы подчеркнуть чудо сделано и не просто факт, что сделано это чудо а вот сделано это чудо и есть последствия помните там Лазаря даже противники Иисуса хотели убить потому что это такое впечатление живой Лазарь производил на народ так вот чудо с последствиями хорошо описывается инфинитивом в перфекте поэтому процесс Денера приносит плоды инфинитив настоящего времени факт голос поменял цвет инфинитив флорист и некое совершенное действие с последствиями инфинитив в перфекте все вот это возможно в греческом языке все три вида ну и в учебнике еще парочка примеров видовой значимости у вас приведена текст с нами тоже сегодня обсуждавшийся никто не может друг господам служить настоящее время продолженность не послужить разок-то послужить можно и тому и другому Труфальдина из Бергамо там вообще это много раз получалось но двум господам служить никто не может да кому-то будет не родить кому-то угождать и у Труфальдина тоже проблемы были но возвращаемся к этому тексту да вот настоящее время подчеркивает продолжимость а вот аурист например подчеркивает ну просто факт не бойся принять Марию как жену твою важный факт принятия непроцессно ну принятие вообще такое действие как бы конечное предельное по своей сути поэтому с помощью настоящего времени его описывать и неуместно здесь а вот аурист очень хорошо подходит не бойся принять Марию жену твою они услышали что он сотворил это чудо мы уже с вами перфект обсудить так что как видите есть разные виды в учебнике говорится о том что там продолженность можно подчеркивать с помощью слов постоянно и так далее но это редко когда нужно как правило несовершенный вид в русском языке вполне хорошо передает продолженность поэтому несовершенным видом переводите инфинитивы настоящего времени совершенным видом конечно же переводите перфект хотя там просто совершенный вид вот эту результативность типичную для греческого перфекта в русском не всегда выражает и иногда требуется по крайней мере на уровне толкования какое-то осмысление и пояснение аурис переводите так чтобы был видно факт действия и какая-то лишняя информация не привносилась в большинстве случаев это будет совершенный вид ну что ж форм у инфинитива немного поэтому с этим аспектом перевода инфинитива я думаю вы легко справитесь